Вот черные обои. Все они попадали. Мы их привела крем. Сейчас в этой комнате уже никто не живет. В доме 15 на улице Камаева еще несколько таких квартир. Вздутые стены, прогнутые полы. Жителям приходится спасаться от водного бедствия и одновременно добиваться справедливости. Несколько дней заливало. Здесь все полная вода. У меня есть видео там. Отсюда течет, отсюда просто рекой идет. Ущерб, помимо вот этого материального, помимо этого, не считая даже морального ущерба, сколько я сил, сколько я денег потратил. Это просто, не знаю, у меня слов нет уже. Просто беспредел, реально беспредел. По мнению жильцов, произошло все из-за халатности работников фонда капитального ремонта. Когда специалисты ремонтировали крышу, они не учли, что погодные условия могут испортиться и не установили необходимый водоотвод. Вскоре все дождевые массы хлынули жильцам на голову и начали стекать квартиры. Они по технологии не соблюдали. Должны были трубочки оставить, чтобы вода стекала. Нет, ни одной трубочки нет по периметру, который поставили. И они продерявили именно над нашими квартирами эти болты установить крепление. Тем временем представители фонда капитального ремонта с обвинениями не согласны. Они настаивают, что ущерб квартирам вода нанесла ранее, еще до начала ремонтных работ на крыше. И соответственно, ответственность за это несет ТСЖ. Хотя, по словам жильцов, до горя ремонта потеки были незначительными. Представители же фонда считают, что спор должен решить суд. А пока судебное разбирательство не закончится, нет и смысла комментировать ситуацию. Вы не согласны с апелляцией? Наши дискуссии не актуальны сейчас. Фонд хочет, чтобы вы жили комфортно, в хорошем доме. Никто не хотел, чтобы ваша квартира была залита, чтобы она превратилась, чтобы ремонт используется. Никто не хотел. Суд установит. Ваше право там никто не отнимает. Но тем временем, некоторые пострадавшие недоумевают. Как же вышло так, что сначала подрядчик признал свою вину, выплатил некоторым жильцам компенсацию. А как очередь дошла до тех, у кого сумма ущерба больше, то начал все отрицать и снимать с себя ответственность. Факт залива этот подтверждается тем, что соседи, другим нашим соседям, они выплатили определенные суммы. 80% получили деньги. Нам, некоторым, которым побольше ущерб, они не уплачивают. Они не хотят из-за того, что сумма большая, и не хотят уплачивать. Там 230 тысяч у меня указано, экспертам оценка. В этой ситуации ясно одно. В России жить нельзя. Пока ответственные структуры переваливают друг на друга вину, жителям приходится тратить все материальные и моральные ресурсы и ютиться в съемных квартирах. Но, несмотря на все сложности, делятся пострадавшие, они намерены идти за справедливостью до конца. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.